Вспомогательные фиксирующие инструменты. К ним относятся пинцеты. Пинцет без зубчиков на концах бранши называется анатомическим. Он не травмирует ткани при фиксации, но ненадежно их удерживает. Положение пинцета в руке хирурга – пищевого пера. Пинцет с зубчиками на концах бранши хирургический. Обеспечивает надежную фиксацию тканей, но более травматичен. Пинцет с ложкообразными расширениями на концах бранши с мелкими зазубринами по краю. Лапчатый. Надежно фиксирует ткани с минимальной травматизацией. Карцанг – типичный фиксирующий инструмент с длинными браншами и булавовидными утолщениями на концах. Используется чаще всего операционной сестрой для взятия марлевых салфеток, шариков и т.д. Имеет замок к ремольеру, фиксирующий бранши в закрытом положении. Это вариант карцанга, изогнутого по плоскости, с более тонкими браншами. Данный инструмент называется зажим для подачи инструментов. Его назначение – свести к минимуму контакт рук со стерильным хирургическим инструментарием. Не имеет замка, широко не применяется. Цапка бельевая с кремольерой предназначена для фиксации стерильного белья при ограничении операционного поля. Вариант цапки бельевой, пружинищая без кремольеры. Фиксация осуществляется за счет упругих свойств металла при данной конструкции. Для расширения краев раны при операции используются крючки. Данный называется пластинчатый S-образный крючок фарабефа. Представлен вариант короткого крючка фарабефа. Для более надежной фиксации краев операционной раны могут использоваться зубчатые крючки. Они отличаются количеством зубьев и состоянием их концов. Данный крючок является четырехзубым, тупоконечным. Крючок имеет отверстие рукоятки для указательного пальца для удобства при его использовании. Этот крючок называется четырехзубым остроконечным. К вспомогательным инструментам относятся зонды. Они бывают пуговчатые и желобоватые. Пуговчатые зонды в основном используются для ревизии, проверки труднодоступных мест. Этот короткий пуговчатый зонд имеет медные насечки на корпусе, позволяющие измерить длину и ширину объекта в ране. На конце есть утолщение, давшее название инструменту. Данный экземпляр – длинный пуговчатый зонд. Зонд желобоватый. Имеет по всей длине желобок, отсюда название, и применяется для безопасного рассечения тканей, как вспомогательный инструмент. Зонд вводится под апоневроз, сирозную оболочку, и по нему скальпелем производится безопасное рассечение. Продолжение следует...